Здравствуйте! В эфире информационная программа новости в студии Светланы Дёмина. Мои коллеги расскажут вам о том, что происходит в родном городе. В Заречном борются с последствиями снегопадов. Коммунальные службы расчищают снежные завалы на дорогах и во дворах. Стараются подгадать время, чтобы стоянки были пусты и во дворах не было личного транспорта. Николай, житель дома 38 по улице Ленина, каждое утро выходит во двор с лопатой. По собственной инициативе чистит снег на парковках. В эти выходные у него появились помощники. Во двор пришла снегоуборочная техника. Это хорошо сделали. Машины хоть будут. Пиздец. Сотрудники коммунальных служб продолжают убирать снег во дворах по выходным. В субботу быстрее удается освободить проезды и парковочные места от личного автотранспорта. В выходные дни проще найти тех, кто владеет машинами, убрать машины. Видите, как сейчас вот здесь дружно, нормально люди стараются для того, чтобы потом им было удобнее. А в будние дни брошенные машины, никому не нужные, стоят и не подобраться к ним, ничего не подъехать. Накануне уборки всех жителей предупреждают, что двор нужно освободить от личного автотранспорта. Машины убирают практически все. И даже авто, которые не на ходу, перемещают на соседнюю улицу. На том объявлении висело. Я вчера пришел с работы. Сейчас тоже работаю. А утром сегодня выхожу, смотрю, пистит. Ну, аккумулятор снятый был. Вот, могли мужики толкнули. Водителям снегоуборочной техники работать в будние праздники не привыкать. Нормально. Машин только вот маленько мешает. А так пойдет. В минувшие выходные чистили не только этот двор на Ленина 38. По всему городу прошел самый настоящий субботник. Мы работаем в целом по городу. Вышло очень много машин. Только 12 самосвалов. Идет погрузка снега с улицы Ленина. Готовим мира. Будем где-то подчищать на других улицах. И сейчас уже подчищаем. Градера работают. Коммунальщики продолжат бороться со снежными завалами. Снегоуборочная техника придет в каждый Зареченский двор. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». Более подробно о том, как и кто в Заречном осуществляет уборку снега, мы побеседуем с гостем прямого эфира. К нам в студию придет главный инженер комбината благоустройства Анатолий Николаев. Это будет после основного блока информации. А пока о других событиях. Глава администрации Заречного пообщается с горожанами в прямом эфире. 28 января на нашем канале состоится диалог с городом. В течение часа на вопросы зареченцев будет отвечать Вячеслав Гладков. Программа начнется в 20.00. И с этого момента горожане смогут позвонить в студию по телефону прямого эфира. Однако задать свой вопрос мэру можно уже сейчас. Всю эту неделю телерадиокомпания «Заречный» принимает от горожан те вопросы, которые они хотели бы задать главе городской администрации. Эти вопросы могут касаться любых аспектов жизни города и касаться любых, абсолютно любых проблем. Звоните нам по телефону 61 19 35 в рабочие дни с 9 до 18 часов. Или заходите на сайт телерадиокомпании «Заречный» trkz.ru и оставляйте свои вопросы к главе города в специальном разделе. Ответы на свои вопросы вы получите во время прямого эфира, во время диалога с городом, который проведет глава городской администрации 28 января в 20 часов. Быть пассивным потребителем или активным участником развития города. Что такое современное городское сообщество и по каким законам оно строится и живет? Ответы на вопросы о настоящем и будущем города даст кандидат философских наук, педагог, политтехнолог, общественный и культурный деятель Петр Щедровицкий. Он известен как эксперт в вопросах регионального развития, промышленной политики, инновационной деятельности. Занимал пост полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе по вопросам стратегического развития. В должности заместителя генерального директора Росатома разрабатывал стратегию развития самой успешной российской госкорпорации. Сейчас Петр Щедровицкий – советник министра образования и науки, первый заместитель директора Института философии Российской академии наук, член экспертного совета агентства стратегических инициатив, советник генерального директора госкорпорации Росатом. В Заречном Петр Щедровицкий прочтет лекцию на тему проблемы развития городов в контексте концепции углубления разделения труда и ответит на вопросы горожан. Встреча состоится 23 января в 15 часов в Центре здоровья и досуга. Приглашаются все, кто неравнодушен к судьбе родного города. Вход свободный. И к другим событиям. Наряженные и украшенные к Новому году елки из квартир переезжают на улицы. Зареченцы расстаются с лесными красавицами, которые создавали праздничное настроение в их домах. С каждым днем на контейнерных площадках и возле подъездов лесных красавиц становится все больше. Правда, надолго они не задерживаются. Пушистых красавиц вывозят из дворов коммунальные службы. Лесные красавицы покидают квартиры зареченцев. Все новогодние праздники создавали праздничную атмосферу в домах горожан. Теперь выстраиваются рядами возле контейнерных площадок или подъездов. Отсюда их забирают сотрудники коммунальных служб. С прошлой недели, с четверга, с пятницы мы начали организованно эти елки подбирать, грузить на наш автотранспорт и вывозить на снегохранилище. Из года в год схема стала старой, где впоследствии подконтрольно они будут уничтожены методом сжигания. Ежедневно, по возможности, ЖЭУ наши эту работу организовывают. Один дворец каждый день ходит. Как признаются сами коммунальщики, в этом году елок стало больше. За один день получается расчистить один-два района. Тем не менее, уверяют сотрудники ЖСКХ, до конца января должны добраться до всех дворов и утилизировать все елки. От зареченцев требуется только одно – продолжать складировать их возле подъездов и ни в коем случае не выбрасывать в контейнеры и в мусоропровод. Светлана Демина, Егор Гурин, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». Зареченцы сказали «до свидания» главному символу Нового года. В Центральном парке культуры и отдыха прошел праздник прощания с елкой. Новогоднюю красавицу провожали веселыми песнями, танцами, играми и конкурсами. Прощаться с елкой детям и взрослым помогали Дед Мороз, Снегурочка и Баба Яга. Несмотря на то, что официальные проводы уже состоялись, елка в Центральном парке будет радовать горожан яркой иллюминацией до 31 января. Для зареченских полицейских первые недели Нового года оказались напряженными. В этот период в городе произошло два убийства. За весь прошлый год не было ни одного. Подробности преступлений нашей съемочной группе рассказали сотрудники правоохранительных органов. Длинные новогодние каникулы завершились трагедией. За первые две недели 2015 года в Заречном произошли два убийства. Одно из них 1 января. В 16 число в дежурную часть поступило сообщение от гражданки дома 36 по улице Ленина о том, что к ней зашел мужчина из соседней квартиры и сообщил, что убил человека. Просил вызвать скорую помощь и полицию. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили труп хозяина квартиры, мужчины 1953 года рождения. Там же был задержан 35-летний молодой человек. В квартире обнаружили нож с отпечатками пальцев подозреваемого. На допросе преступник пояснил, что пошел на преступление, так как не стерпел обиды от потерпевшего. Причина своего конфликта объясняет то, что употребляли спиртное. И со стороны потерпевшего якобы последовали слова, которые его возмутили, соответственно, и привело к тому, что у них конфликт вырос в то, что они начали хвататься за ножи. Сейчас преступник заключен под стражу. Еще одно убийство произошло в Заречном 14 января. Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть в пятом часу вечера. Приехав на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили труп мужчины 79-го года рождения. Тут же задержали хозяйку квартиры, женщину 45 лет. Она осозналась в преступлении. Отмечали старый Новый год. И в ходе, соответственно, разговора она начала высказывать претензии, претензии своему сожителю, который прожил мне с ней, по поводу того, что ты нигде не работаешь, злоупотребляешь спиртное, и не помешало бы тебе уйти из этой квартиры. Уходить мужчина не захотел. Конфликт перерос в драку. Женщина схватила нож и ударила своего сожителя в сердце. В этот момент оба были пьяны. Сейчас преступница ждет суда под домашним арестом. Были и праздничные дни, люди действительно злоупотребляли спиртными напитками, что и привело к тому, что это все и вылилось. Она-то и на допросе говорит, была бы я трезвая. Надеюсь, я, говорит, не совершила бы такого преступления. Сейчас по обоим делам проводится предварительное следствие. Дальнейшую судьбу преступников решит суд. Анна Сазонова, Игорь Ведаков, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный». Внимание у жителей Заречного. Старые армейские фотографии теперь могут не только напомнить о прошедшей службе в вооруженных силах, но и помочь получить приз. Телерадиокомпания «Заречный» объявила новый конкурс в преддверии Дня защитника Отечества. О том, что нужно для участия в нем и какие призы ждут победителей, узнала Анна Сазонова. Телерадиокомпания «Заречный» уже начала готовиться к Дню защитника Отечества. В преддверии 23 февраля программа «Доброе утро! Заречный» совместно с информационным порталом городзет.инфо проводит конкурс «Были мы солдаты». Принять в нем участие может каждый, кто служил в армии. Сделать это нетрудно. Нужно, чтобы ваши фотографии, оставшиеся после службы в вооруженных силах, оказались в телерадиокомпании «Заречный». Либо принести нам на вахту по адресу улицы Ленина, 18-Б эти фотографии, либо можно прислать по электронной почте утрособакатркз.ру. Просим обязательно указывать часть, в которой служили, место и время, какие годы. Когда проходила служба, не имеет значения. Принять участие в конкурсе могут и те, кто был в армии 50 лет назад, и те, кто совсем недавно демобилизовался. Их фотографии покажут в эфире утреннего канала и выложат на страничке конкурса в интернете. Победителя определяют зрители канала «Заречный» и посетители сайта городзет.инфо. Трем участникам, набравшим большее количество голосов, спонсор конкурса «Салон мужской одежды Бостон» подарит сертификаты на 1000 рублей. Также есть один приз, который достанется человеку, который наберет большее количество голосов. Это сухой паек из войсковой части 3473. Имя победителя фотоконкурса «Были мы, солдаты» объявят в День защитника Отечества в программе «Доброе утро, Заречный». Торопитесь, чем раньше ваши фотографии появятся на сайте и в утреннем эфире, тем больше у вас шансов на победу. Анна Сазонова, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный». Зареченские спортсмены успешно выступили на первенстве Приволжского федерального округа по легкой атлетике. Наш город представляли два бегуна – Артем Миронов и Елена Смирнова. На соревнованиях оба наших легкоатлета завоевали медали. Все подробности о прошедших состязаниях в сюжете Дмитрия Балясникова. Золотую и серебряную медаль завоевали зареченские спортсмены на первенстве Приволжского федерального округа по легкой атлетике. На соревнованиях в Новочебоксарске наш город представляли Артем Миронов и Елена Смирнова. Ученица моя Елена Смирнова выступала на первенстве Приволжского федерального округа на дистанции 800 метров. Вот среди юниорок заняла второе место. Сам забег проходил в темпе неровном. Приходилось в течение всего забега увеличивать скорость. Ну, видимо, что та девочка, которая оказалась первой, видимо, скоростной запас у нее оказался повыше. Ну, буквально она на финишной прямой смогла обогнать и выиграть. Забег сложился неровно. Наверное, просто на финиш, ну, не хватило немножко и так проиграла, наверное. Ну, может, просто как бы, ну, не ногами, может, головой просто проиграла так, побоялась что-то. Ну, не получилось, короче. Артем Миронов на этих соревнованиях выступил на дистанции 3 километра. Это расстояние он преодолел за 8 минут 41 секунду. Артем завоевал золото и установил свой личный рекорд. Самое тяжелое – это именно перебороть себя на финишной, как бы, прямой, чтобы рассчитать силы и не сдаться, не сойти с дистанции. Опасаться мне было некого, но сильные соперники были с Саранска, с Мордовии. Там, ну, довольно сильная школа, которая готовит спортсменов. Он занимается-то всего легкой атлетикой 4 года, что, в принципе, очень немного. Вот. Занимается, ну, будем так говорить, с душой, наверное, это раз, да. И очень сознательно. Вот. Поэтому, вот, и добился, в принципе, ну, конечно, одно из условий – добился больших успехов. Ну, а второе – это предрасположенность его, вот, к бегу на длинные дистанции. И это позволило, вот, в этом году действительно выйти на настоящий, серьезный, хороший уровень. По результатам соревнований Артем Миронов включен в сборную России. Дмитрий Балясников, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». Зареченский Союз продолжает борьбу за победу в чемпионате России по баскетболу в высшей лиге. Стартовал второй круг соревнований. Первые игры наши баскетболисты провели на выезде. В Тамбове играли с одной из сильнейших команд нашей группы. Этот тур зареченцы провели неудачно. Сейчас «Союз» готовится к серии домашних игр. О том, как прошли выездные встречи и как баскетболисты настраиваются на предстоящие матчи – в следующем сюжете. Второй круг чемпионата России по баскетболу в высшей лиге «Зареченский Союз» начал с проигрыша. На выезде в двух играх наши спортсмены уступили баскетболистам Тамбова, команде, с которой по итогам первого круга делили первое место в турнирной таблице. Команда Тамбова по окне немного. В основном мы работали над физикой. За это все время сбора мы собрались, а там зал не такой большой, площадка поменьше. И у них было преимущество в тактике. В первой игре уже в стартовой четверти Тамбов пробил брешь в обороне зареченцев. И потом всю игру вел в счете. Но преимущество хозяев площадки было небольшим. Тамбовчане обыграли «Союз» всего на 6 очков – 86-80. Повторная встреча строилась по совершенно противоположному сценарию. Всю игру «Союз» был в лидерах, но ближе к концу матча сдал позиции. В результате 73-68 в пользу Тамбова. Где-то не хватило нам игроков. Не хватило в том плане. То есть, как бы, всех, конечно, в строю у нас присутствует. Но единственное, что ряд игроков, которые вышли просто-напросто с больничных и не набрали все той кондиции, которую они все-таки должны показывать баскетболу. То есть, это Семченко пропустил у нас два с половиной месяца с коленом. Это и ланчуков. То есть, где-то больших все-таки нам не хватило. Из-за этого мы провалились. Хорошие игры, я считаю, что достаточно хорошую практику получили ребята. То есть, с такими командами играть просто-напросто достойно. И, я говорю, рост мастерства именно растет именно с такими командами. Сейчас зареченские баскетболисты практически не покидают тренировочную площадку. Основной упор делают на физическую подготовку. В первую очередь те, кто много пропустил из-за травм. Мы сейчас готовимся. И в большей степени мы уделяем общей физическим упражнению. То есть, это и тренажерный зал, и где-то какие-то ускорее, еще ночную работу, чтобы нам набрать больше кондиции, больше физической формы, чем, наверное, командной. Потому что в дальнейшем просто-напросто у нас не будет времени для того, чтобы подготовиться, когда будет финальная игра. Мы готовимся к плей-оффу в основном. Весь регулярный чемпионат, который мы делаем, это все подготовка к плей-оффу. То есть, в принципе, даже если мы что-то и проигрываем, это ничего не значит. Все будет решаться только в стыковых играх за первое-восьмое место. Ближайшие игры «Союз» проведет на своей площадке. Зареченцев ожидает серия домашних матчей с командами из Тобольска и Омска. К этим играм сейчас и готовятся наши баскетболисты. Спорт делаем на зонную защиту. В общем, много работаем. Но, я думаю, должны быть в хорошей форме. Наверное, с Тобольском будет посложнее. Команда более укомплектованная, хорошая команда. Омска, они все же в нижней части турнира на таблице находятся. С командой «Нефтехимик» из Тобольска «Союз» сыграет 30 и 31 января. БК «17-16» из Омской области «Наши» будут принимать 3 и 4 февраля. Все матчи состоятся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лесной». Начало игр в 18 часов. Светлана Демина, Сергей Тюрин, телерадиокомпания «Заречный». Коммунальные службы «Заречного» устраняют последствия недавних снегопадов. Расчищают не только проезжие улицы, но и внутриквартальные территории. Какими силами в «Заречном» происходит снегоуборка, об этом и не только, мы побеседуем с гостем прямого эфира. Сегодня в студии главный инженер комбината благоустройства Анатолий Николаев. Добрый вечер, Анатолий Васильевич. Здравствуйте. Зима в этом году выдалась такая непростая. Какими силами осуществляется снегоуборка на улицах города в плане именно комбината благоустройства? Да, действительно хочу сказать, что зима в этом году выдалась особенная. Каждый день практически с 30 декабря осадки. Поэтому коммунальным службам нашего комбината приходится очень много трудиться. Мы работаем согласно плану, который утверждается генеральным директором. И этот план после выполнения поступает начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства и СИАЗИ Илье Владимировича Дельманова. Значит, согласно плану выбирается улица, любая улица, которая подчас, в первую очередь, занесена. На эту улицу выезжают снегопогрузчики, грейдера, самосвалы. Значим, где-то в первую, во вторую смену выезжает в пределах 37 единиц техники. И начинаем уборку. Уборка начинается с 8 часов утра. Если успеваем вал убрать, то остаемся во вторую смену, где-то до 7-8 часов вечера. Работаем также и в выходные дни. Вот с 30 декабря, если были праздники для всего города, допустим, а для нас коммунальных служб, 3-е, 6-е, 8-е, 9-е число были рабочими днями. То есть мы еле-еле успевали увозить снег. На данный момент хочу сказать, что если в прошлом году мы увидели всего 11 тысяч кубов снега, а в этом году на данный момент вывезли уже более 20 тысяч кубоветров снега на снегохранилище. То есть в два раза больше получается за тот же период? Практически в два раза больше мы вывезли уже в этом году снега на снегохранилище. Но есть еще место на снегохранилище? Потому что зима еще не заканчивается, только январь. Да, у нас еще дополнительно есть снегохранилище рядом, где можно уместить, честно говоря, весь снег, который будет вывозиться с пределами города. Анатолий Васильевич, Вы сказали, что в первую смену, если не ошибаюсь, работает 30 единиц техники. Во вторую смену сколько выводите единиц техники, сколько людей, сколько сотрудников комбината благоустройства трудится над тем, что вы расчистите? В первую смену практически выводится большая часть техники и людей. Это в пределах 60 человек. Дорожные рабочие, самая санитарная очистка, где после вала очищаются въезды и выезды с внутриквардальных территорий. А во вторую смену у нас выводится 4 пескотряса, экскаватор для посыпки песко-соляной смеси в проезжую часть улиц и тротуаров. В основном вводится вся техника в первую смену. Анатолий Васильевич, Вы сказали о том, что каждый день, каждое утро утверждается план уборки города. Есть ли какие-то, скажем так, болевые точки в Заречном, самые проблемные улицы, самые сложные проезжие части, с которыми возникают проблемы практически каждый день? Да, вот пользуясь случаем, хотелось бы отметить, есть такие болевые точки, 4 улицы, беспокоящие нашей коммунальной службе. Это улица Мира, от центральной проходной до Вексы, магазин Векса. Следующая улица, улица Братская, практически она вся занесена снегом, и хотя и стоят знаки, стоянка запрещена, но там постоянно стоят машины, останавливаются машины. Это улица Заречная, от Ленина до улицы 30 лет Победы, то есть до поликлиники. И улица Озерская, где тоже вот практически постоянно приходится сталкиваться с такими проблемами, где подчас стоят очень много автомобилей. Поэтому приходится вот работать на этих улицах. Улицах очень трудно, в интенсивном режиме работаем, ждем, когда освобождается транспорт и начинаем сформировать валы. Ну как-то в этом году взаимодействуете с водителем, который оставляет там свои машины? Может быть какие-то другие службы инстанции для помощи привлекаете? Да, ну в этом случае, конечно, нам помогает дорожно-патрульная служба, то есть ГАИ. Мы постоянно созваниваемся с начальником отдела ГИБДД, с Борисом Сергеем Ивановичем, где он дает нам патрульную машину. Приходится вот выходить, ходить, он, вернее, их служба ходит по домам, ищет машины, адреса машин. Ну, приходится, ну очень много времени, конечно, на это дело выходит, но приходится ждать. После этого, только вот когда освобождает проживающая часть, освобождает, только начинается формирование валов. Ну а сами зареченцы как идут на контакт, то есть как реагируют на просьбу? Хотелось в пользу случаем сказать, уважаемые водители, будьте добры, пожалуйста, когда идет уборка снега на этой улице, лучше бы, конечно, свои автомобили ставили на другое место, где более-менее уже мы очистили от снега проезжую часть. Почистили, пожалуйста, ставьте, никаких проблем. То есть не создавайте нам помех по уборке. Вот это самое главное. А есть ли возможность у горожан заблаговременно, допустим, узнать о том, где будет производиться чистка, или просто нужно следить за техникой, за массивной? Как вот вышел на улицу, так... Сразу-то мы не можем. То есть где-то после этих четырех часов у меня в кабинете начинается планерка. То есть планерка в том смысле, где мы начинаем убирать следующую улицу. Поэтому у водителей, то есть у людей мы не в состоянии... Просто нужно быть внимательным. Внимателем, да, быть. То есть, да, на следующий день начинается уборка следующей улицы. Поэтому вот создаются вот такие проблематичные ситуации. Анатолий Васильевич, ну, зимний период связан не только с обилием осадков, со снегопадами. Есть еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться и горожанам, и коммунальным службам. Это лед. Вот как в этом году комбинат благоустройства борется со льдом? Вот на этот момент у нас существует семь пескотрясов, которые работают и в первую смену, и во вторую смену. Значит, в пределах вот этой первой и второй смены у нас посыпается на проезжую часть где-то в пределах 30 тонн песко-соляной смеси. Не только на проезжую часть, но и на тротуары города. На тротуары города мы сыпем, у нас есть сухой песок, скажем, на складе с сухим песком тротуары посыпаем, а проезжую часть вот обрабатываем песко-соляной смеси. Сколько песко-соляной смеси заготовили перед вот этим зимним сезоном для города Заречка? В этом году, ну, практически каждый год мы готовим песко-соляной смеси где-то в пределах 5000 кубов. В этом году, хочу сказать, уже 2000 кубов мы уже высыпали на проезжую часть. Я боюсь, вот если с таким темпом будет погода нам, скажем, благопрепятствовать, то я боюсь, до марта месяца у нас и песко-соляной смеси не хватит. Ну, будем надеяться, что все-таки погода даст какое-то смягчение для нас. Поэтому вот будем надеяться. Спасибо большое, Анатолий Васильевич. Тоже будем надеяться, что оставшаяся часть зимы пройдет немножечко полегче для коммунальных слушателей. Спасибо. Спасибо большое. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Заречный». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова